Добрый день, друзья! Меня зовут Николай Тимощук, я генеральный директор Holding A.U.Future. Но сегодня я опять вас приветствую в другой роли. Я беру очередное интервью в рамках Insight ECMEF, это серия интервью, которая запустил Киевский международный экономический форум с выдающимися людьми и очень интересными людьми не только из Украины, а со всего мира, как участниками форума, так и в принципе личностями, которые имеют вес и значение в мире бизнеса, культуры, медицины, социальной жизни и даже политики. И сегодня у нас в гостях потрясающий и очень интересный человек Андрей Сдесенко, президент и собственник компании Биосфера, но на самом деле основатель и собственник очень многих интереснейших бизнесов, а кроме этого еще и очень творческий и безумно энергичный человек. Я очень хочу быть похожим на тебя, Андрей, в энергичности, потому что я ни за твоей фейсбук-лентой, ни за твоими проектами, ни даже за твоим творческим запалом не успеваю. Чуть-чуть приоткрою тайну, что Андрей один из основателей или главных инициаторов, скажем, флешмоба по украинским городам Stay Home и сподвиг Владимира Лавренчука и меня сделать соответствующее видео для Киева. Я уже видел, что сейчас и для Львова вышло, то есть на самом деле... Львов очень музыкальный, Львов очень классный и просто невероятное количество талантов среди бизнесменов. Так оказалось, да? А вообще, ну ты, Лавренчук, Бережанский, Заблотский, Худа, то есть, ну, ребята там, Ростиславов, ребята даже, которые не пели, они поют, играют. Это челлендж не только выпустить классный продукт, но челлендж впервые выйти на публику, на сцену, сыграть. Да, и это то, что мы сейчас вытаскиваем, помимо того, что бизнесмены вкалывают там по полной программе, да, но еще мы вытащили эту страсть, любовь, творчество, которое способно на сегодняшний момент добавлять в бизнесе очень большой вэрии. Сто процентов. Ты знаешь, я думаю, что это очень-очень такая вызывающая попытка выйти из зоны комфорта, особенно для людей, состоявшихся. Это непросто. Андрей, поэтому спасибо тебе, что нашел время. На самом деле, я... Спасибо, что пригласил. Я вижу, что у тебя очень много активности, в том числе и публичных, поэтому я понимаю, что для всего этого нужно очень много времени, энергии, фокуса, тем более у собственника и управляющего столькими компаниями. Давай перейдем к бизнесу, потому что на самом деле и всех в экосистеме КМЭФа это интересует прежде всего, и я думаю, что мы упустим макро-прогнозы, которыми сейчас пестрят все СМИ, да, экспертов очень много и в украинском мировом уровне. Я бы хотел сфокусироваться на той сфере, на тех отраслях, в которых работаешь ты и компания Биосфера. Скажи, пожалуйста, какой у тебя прогноз вообще и по миру, и по Украине по такому, казалось бы, простому, но крайне необходимому сектору, как товары ухода за домом, как товары личной гигиены, то, от чего люди уж точно даже во время карантина не смогут отказаться, как бы там ни было. Какой прогноз относительно Украины и мира в этих областях? Что вы видите? Сказать детально по каждой стране, на самом деле эта сфера очень обширная, от спектра сотен айтемов по уборке и чистоты за обслуживанием дома, корикой, персональной гигиены, поэтому тут это очень объемная тема. Мы ежедневно продаем более миллионов единиц продукции в 25 странах, поэтому в каждой стране разные карантинные, разные потребительские поведенческие паттерны. То, что мы точно можем сказать о том, что потребление качнется от дизайна, если раньше в этих категориях важно было иметь бренд, дизайн, какие-то добавленные свойства. В чем-то сейчас концентрация будет в течение нескольких лет на добавочных антибактериальных свойствах, на антивирусных свойствах, увеличивается концентрация внимания потребителей на таких продуктах, как специальные санитайзеры, влажные салфетки, перчатки, все средства, которые позволяют не только держать в чистоте и в гигиене, но и справляться максимально с антибактериальным клинингом. То есть это теперь наши спутники по жизни на несколько лет. И хотя есть, конечно, у потребителей эффект, что ты, когда приболел и даешь себе слово больше не делать это-это, ты выздоровел и забыл. Ну, люди такие. Но я считаю, что вот этот шлейф, этот трейс, следы потребительские и страха, и уже в течение нескольких месяцев культуры новой, они в течение нескольких лет будут нас сопровождать. Плюс мы не знаем, как вернется ковид зимой. Возможно, он будет мутировать. То есть это точно сейчас индустрии перестраиваются, создавая новые продукты с добавочными свойствами. И этим определено колоссальный спрос и всплеск потребностей на оборудование, на дополнительные сырьевые ресурсы, на производство нетканого полотна. Катастрофически не хватает заказанной новой линии по всему миру, но инерционность и цикл в этих индустриях это где-то год-два. То есть на протяжении, наверное, года-два будет сравнительный дефицит и ажиотаж в определенных сферах. Произошли определенные, конечно, временные, но достаточно драматические ситуации. Например, Малайзия объявила карантин на несколько месяцев, и она является ключевым поставщиком латекса для производителей перчаток и презервативов. И китайские производители, например, или малайзийские вообще запретили продавать, то есть наши поставщики мы не смогли. А китайские наши поставщики взвинтили цены на до 30-40%. Америка выгребала самолетами перчатки, мы пытались как-то выхватывать какие-то там, да, у нас были подтвержденные объемы, но спрос был в три раза больше, в четыре раза больше. Цены взвинтились, и мы как производитель, как поставщик для рынка, как для корики, так и для сетей, остались в очень мощном сплите, в растяжке. Потому что тут у нас колоссальный рост цены, там сеть или рынок не принимает, мы понимаем, что потребитель 30-40% не потянет, да, и как в росте нетканого полотна, так и в перчатках и в других продуктах, да, мы получились в очень сложной ситуации, и сейчас ищем определенный компенсаторный механизм. С одной стороны, произошел взлет части продуктов, но произошел резкий колоссальный спад других продуктов, которые не являются первой необходимостью, но они составляют половину ассортимента в объеме продаж биосферы. И мы, работая в нескольких странах, получаем совершенно дикую картину, разброс в потреблении, в управлении цепочками поставок, в закрытии ряда европейских производителей, невозможности получить сырье, оборудование, невозможности купить запчасти, заказать расширение оборудования. Да, то есть уровень комплексити и вызовов, с которыми сталкивается биосфера, работая на таком количестве рынков, имея опять производство международных контрактов, колоссальная, ежедневная. Поэтому мое видение индустрии, индустрия будет развиваться, но она будет фокусироваться на продуктах с добавленными антибактериальными, антисептическими свойствами. Мы разработали ряд проектов, ряд продуктов, и сейчас ведем R&D всех направлений, ведет как раз разработку таких продуктов, и часть из них уже появилась в портфеле биосферы, часть из них появится в течение полугода. Мы это будем, в том числе и на экспорт. Например, экспорт у нас вырос за месяц, вырос в шесть раз. Обалдеть. То есть мы были готовы с продуктом, которого не было у многих производителей в Европе, наши знаменитые антибаки, влажные салфетки. И проработав два года практически безуспешно, стучаясь в двери крупных европейских игроков, о чудо, мы оказались к месту, и наш челлендж был не просто начать поставлять продукцию, их запросы были огромными, а мы не могли отдать и оставить украинский рынок без влажных салфеток, поэтому нам приходилось, ну, то, что мы работали круглосуточно, то, что мы выхватывали сырье, если у нас раньше было два-три базовых производителя, стало десять, и мы везде по сусекам, везде-везде круглосуточно это сырье получали, мы заказали последнюю из возможных линий по конвертингу влажных салфеток. То есть уровень принимаемых решений, сложности, оперативности круглосуточной был колоссальный для всех топ-менеджеров и компаний для производства, да, при сохранении всех антикарантинных норм, дистанции, удаленной работы. Это был еще вызов на протяжении этих месяцев. Андрей, это особенно интересно, вот, поговорить, как меняется и будет меняться работа, мы чуть позже к этому перейдем. Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю тебя, что, по сути, в вашей сфере речь идет о том, что существенно изменяется структура спроса и, насколько я понимаю, существенно усложняется вся цепочка value chain. Да. Скажи, пожалуйста, ты считаешь, что это временная ситуация или же все-таки мы стоим на пороге, в том числе в твоей отрасли, перед существенным среднедолгосрочным изменением структуры спроса по миру? Как ты считаешь, это временная ситуация или же это будет переформатирование отрасли? Я считаю, это временная ситуация, связанная с очень серьезным финансовым ограничением потребителей. вначале это резкая затарка продуктами сангих, вот, потом прекращение покупок и экономия на всем, вот, я считаю, что ситуация в течение полугода должна прийти в норму, но что демонстрирует кризис, и мы не первый раз их, в общем-то, преодолеваем, происходит расслоение на, в общем-то, на два подхода. Первый. Так как наши продукты во многом это комодити, мы крупнейший производитель частной марки для всех сетей, то люди выбирают самое недорогое, часть потребителей это комодити, да, и здесь мы играем. А вторые потребители, и, в общем-то, зачастую, когда люди выбирали недорогой продукт, начинают выбирать только продукту, бренду, которому они супер доверяют. Здесь есть две вещи. Первое. Скупой платит дважды. Если ты купил некачественный продукт, у тебя нет возможности повторной покупки, у тебя очень ограничен бюджет. И второе, если у тебя даже есть деньги, и ты доверяешь продукту, это лавмарк, я сейчас не буду говорить о наших брендах, скажу лавмарк, то скорее ты купишь лавмарк, потому что твои деньги пойдут бренду, которому ты доверяешь. А что показала ситуация, мы помним ситуацию 2014 года и сейчас, компании, которые социально были активны, Сильпо, Розетка, Новая Почта, Гарри Карагодский, Жизнелюб, ваш холдинг, Новая Почта, многие-многие другие, да, люди АТБ, да, 100-миллионные, 100-миллионные отчисления, вот, люди говорят, окей, я пройду дальше на полкилометра, но я куплю в АТБ или я закажу на Розетке, а не закажу где-то в другом месте, потому что это компании, которые помогают, защищают, они активны, поэтому я заплачу за этот бренд, потому что этот бренд делится, этот бренд с эмпатией, бренд с позицией. И вот это уникальный added value, не только added value, как раньше, да, там свойства, дизайн, запах, это социальный value, который появился во всем мире и компании и брендодержатели, которые смогли не мимикрировать, а которые искренне это сделали, потому что мы, ну, мы понимаем, последняя неделя это была просто ненависть к брендам и компаниям, которые якобы были на тему социальной активности, социальной поддержки, на самом деле это был чистый и циничный бизнес, да, и люди это вскрывают и они никогда не прощают. Поэтому с точки зрения брендинга, я считаю, вот уникальный момент, который я бы мог вывести, вывести в какой-то новый критерий, помнишь, мы с тобой говорили о том, что есть потребительский, да, шифтинг, я не помню, как мы написали, возникают, возникают новые, новые параметры, да, я сейчас... Да, 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 мы говорили корона шифтинг, а еще потом я сказал корона шифтинг. Да, совершенно верно. Я считаю, что вот если мы говорим о том, что нам принес этот кризис, он нам принес четкие потребительские паттерны, мемы, которые можно охарактеризовать как уже сложившиеся, и которые, я считаю, в принципе, будут формировать устойчивые потребительские рефлексы. Вот этот социальный value, социальная составляющая бренда как никогда стала важной. Я считаю, в будущем она обязательно сохранится, то есть она уже никогда не уйдет. И это линк-бридж между ламмарк и бренд, которым высокая социальная составляющая. Вот, поэтому то, что вот мне хотелось бы отметить, это вот такой аспект. Если говорить о том, что биосфера делала, мы делали, казалось бы, совершенно парадоксальную вещь. С одной стороны, мы параноидально, эффективно, параноидально подходили к эффективности бизнеса. То есть в течение первой недели кризиса, когда понятно стало, что ситуация будет значительно усложняться, курс полез вверх, и начали серьезные ограничения, мы убрали в некоторых бизнесах до половины ассортимента, остановили. А почему? Объясни. Потому что они конкуренты в новой среде, в новых реалиях? Да, они, ну, например, зачем 10 губок? Мы понимали о том, что губки такие, губки сякие, те же яйца только в профиль, да, или дополнительные пять видов фольги, где мы дифференцировались по отношению к конкурентам, да, мы понимали, что люди перейдут на базовые ассортименты, им не нужны сейчас шарики-фонарики, они будут мыслить очень прагматично, они сконцентрируются на потреблении там 10 базовых продуктов, все остальное их перестанет интересовать. То есть вы фактически провели срочную пересегментацию, а в какой срок, они интересны? Неделя, неделя, неделя. Обалдение. Протом у вас, у вас же сотни наименований продуктов. Да, у нас сотни наименований в разных направлениях, плюс мы производим десятки частных марок, и мы вынуждены были сократить частные марки по одной простой причине. Нам требовали наш бренд. Все эти требовали наш бренд, потребители требовали наш бренд, экспорт требовал наш бренд. Мы пошли на очень непопулярные меры, да, они были жесткими, возможно, многие наши клиенты к нам не вернутся по частным маркам, но нам приходилось выбирать. Поэтому, с одной стороны, это жесточайшая экономия, мы отказались от всех неформатных платежей, от всех проектов, от всех инвестиций, которые были неактуальны, неадекватны в этот момент, вот, и остановили производство, перестраивали производство, да, это инерционная система. Есть упаковка, есть все, да, но мы работали жесточайше. Вот, работа логистики круглосуточная, резкий спрос в одном, резкое падение в другом, вот, но мы эту работу провели. То есть мы ужимались на ходу, на ходу отцепляли вагоны, которые им не нужны, мы их там в сырье перерабатывали в бренд, упаковка остается, мы ее, наверное, утилизируем, но для нас принципиально важно было убрать балласт, убрать жир, выйти в очень хорошей мускульной форме для того, чтобы быть очень сухим. Вот, работа с кредитами, работа с поставщиками, потому что, имея 120 дней от срочки на ключевое сырье, когда поставщик говорит, а завтра по предоплате, а это миллион два в месяц дополнительных вынь доположь, да, или у тебя не будет сырья. То есть поставщики не вошли в ситуацию, да, они сразу же начали перестраховываться сами. Все начали использовать ситуацию очень жестко. Да, не с первого дня, не с первого дня, но ситуация. Ключевой производитель сырья, турецкий, который нам поставлял 50% объема, говорит, вы знаете, мы не можем с завтрашнего дня поставлять, потому что нам турецкое правительство полностью разместило и утилизировало все наши мощности и запретило продавать на экспорт. Скажи, а то, что у них сырье обвалилось до невиданных цен, им это никак не помогает? Это... Нет, я имею в виду, они же из нефти производят, гранулы. Нет, 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 нет. Ключевое сырье для генийской индустрии это смесь полиэстера и вискозы. Вискоза делается из глистин и полиэстер так не привязан. Понятно. То есть мы, у нас был дырка, то есть это, ну так, чтобы понимать, это 50 траков сырья. То есть у нас нет 50 траков сырья, дырка, да, а спрос вырос, а спрос вырос в два раза. И вот задачка. Вот задачка для логистики, задачка для меня, для руководителей бизнеса. Вот. И предоплата, да. То есть изменение структуры поставщиков, которые мы там понесли, конечно, это, ну, разрыв был страшный, да, можно было действительно при более слабом финансовом управлении отсутствие подушки и кредитов, которые ни один банк у нас не забрал. И это были овердрафты, это были там дополнительные кредиты, которые мы взяли. Да, это наша репутация, которая в кризис сработала и продолжает работать, да. Если бы ее не было, мы бы, нас бы порвало. Нас бы уже порвало. Сила бренда, о чем ты говоришь, собственно. И сила, и сила. Потому что репутация в том числе это. В том числе. Да, да. То есть если говорить о том, что вытаскивает кризис, у тебя или сумасшедший запас прочности, или у тебя очень хорошая репутация с точки зрения бренда, и потребитель переплачивает, потому что он, если он платит, он платит за бренд. А вот это я не знаю, я за это не плачу, а вот этим я доверяю. И также ты как бренд, как компания, как ты, как человек, персональная репутация, это важнейший элемент тому стойчивости к кризису. Андрей, скажи, а как банки отреагировали? Вот ты говоришь, что банки пошли вам навстречу. То есть надо отметить, что украинские банки в этот раз подошли ответственно и дружелюбно к бизнесу. Я считаю, что да. Да. Потому что я, ну, каждый день начиналось с того, что у нас с финансами, что у нас с приходом, что у нас с кредитами. И моя паранойя, продуктивная паранойя, есть такое, я считаю, что хорошее слово, его использует тоже Костя Ефименко. Продуктивная паранойя. Она о том, что сейчас банки заберут кредиты, потому что они испугаются, да, и мы останемся без денег. Поэтому Ира, операционный директор, младший партнер, им давай, наверное, мы все-таки выберем эти кредиты, пусть они будут у нас. Все, она говорит, Валерич, не переживай. Я в прямом контакте. Я знаю, я каждый день общаюсь. И банки. Я не знаю, как было с другими, да. Но, слава Богу, с нами ситуация была именно такой, да. То есть в нас верили, нам доверяли. Наш уровень менеджмента, наш понимание того, что наш продукт нужен, он сыграл и в кризисную ситуацию, да. То есть мы смогли. Сейчас крайне непросто, потому что произошел мощнейший цикл перестройки производителей сырья, если раньше, ну, как бы был рынок производителей наш, сейчас рынок, рынок парадигма производителей сырья. Ты не можешь на сегодняшний момент расширить мощности никак. Купить оборудование – это два года, да, и компаний мощных, классных их очень много, и они берут свое. Да, и мы вот в этом, конечно, в этом tension находимся очень серьезно. Но мы справимся, мы справимся, я уверен, производители сырья тоже понимают. Кризис уйдет, но если они нас придушили так, мы больше с ними работать не будем, мы найдем все способы перестроиться. Передел рынка будет очень серьезный. Передел рынка будет очень серьезный. Были моменты, когда мы просто не можем поставить на другие рынки определенный важный продукт, потому что он запрещен к экспорту из Украины, из других стран, да, и мы ищем тысячи возможностей, как, ну, бренд, перчатки, важнейший продукт, как завести в Казахстан, или как завести в Азербайджан, или в другие страны. То есть, вот, ну, такие задачи мы решали. И, опять же, вилка. С одной стороны, мы ужимаем ассортимент и его фокусируем на ключевых продуктах внутри компании, но внешне мы ведем очень активную социальную работу и маркетинговую работу, направленную на ключевых потребителей, внешних, внутренних. Это, ну, понимая, что ключевой бренд Smile и FreakingBlock в момент определенного, определенной сложности наших потребителей, с одной стороны, все дома и готовят, и готовят это время FreakingBlock. С другой стороны, это стресс, да, бренд должен проявить поддержку, эмпатию и быть с потребителем. Поэтому, понимая, что там 10 ключевых продуктов сейчас крайне необходимы и они используются, концентрируясь на них, мы, но самое главное, концентрируясь на понимании души, понимании потребностей, нюансов в изменении поведения, мы запустили программу, которую назвали Акрема Мераза. Вот. И если раньше позиция была такая, женщина работает, женщина работает, женщина готовит, убирает, женщина заботится о семье, а кто позаботится о ней? FreakingBlock, биосфера, классные продукты. То есть сейчас парадигма такая, все семьи вместе, да, есть теншн, есть неопределенность, но все вместе. Но есть люди, которые одиноки, люди, которые требуют нашей поддержки и заботы. И забота и любовь, она вышла, ну еще стала большей, значимой категорией, которую нужно, нужно подтолкнуть, показать и сделать. Поэтому родились такие мини-сериалы, это не рекламные ролики, это мини-сериалы, в которых интегрирован продукт, но они не о продукте, а не о том, как через наш продукт с помощью, можно дарить любовь, заботу. И мы получили колоссальный, просто колоссальный отклик. Сейчас, я думаю, что программа наберет 10 миллионов просмотров только в Украине. Мы и в других странах показываем эту программу. Параллельно на нее было очень много нанизано дополнительных общений с потребителями, очень много программ было сделано для внутренних, для сотрудников, где мы поддерживали сотрудников. То есть мы, уровень пиара, коммуникации моих личной компаний повысился, наверное, раз в 10. То есть мы показывали, я написал порядка 200 писем всем партнерам, которых описал всю ситуацию, которая есть в биосфере, как мы с ней справляемся, спросил, как у вас дела, да, и проявил эмпатию и уважение к каждому. Получил огромное количество фидбэка для того, чтобы люди понимали, что мы делаем, как мы делаем, как мы справляемся и куда мы идем. То есть вот эта работа, она занимала до 50% времени, но она была безумно важна. Поэтому это тоже то, что точно я не делал в другие кризисы и точно то, что, по моему мнению, значительно дало нам бенефитов и вот этот added value для наших брендов и для корпораций биосферы. Я в этом ключе говорю или нет? Ты говоришь в гораздо более интересном и неожиданном для меня ключе, потому что на самом деле у меня был заготовлен вопрос о советах украинским предпринимателям, но я считаю, что если я смотрю это интервью, я бы уже блокноты списал, потому что такое количество инсайтов абсолютно практичных, как бесцеремонно, без какого-то сожаления или стадии отрицания, очень жестко, прагматично подойти к перестройке своего бизнеса со всех сторон, а с другой стороны, вопреки тому, как это делают обычно, обрезая любую маркетинговую, рекламную активность, забывая о людях, начиная их сокращать, урезать еще что-то, ты каким-то образом, ну фактически в равностепенной важности занялся двумя этими вопросами, то есть как для руководителя бизнеса, как для предпринимателя это, наверное, ну ценнейший инсайд, да, я вот сам сижу и думаю, а достаточно ли мы делаем, да, в этой области, достаточно ли мы равносильно распределяем внимание, это очень ценно. Скажи, пожалуйста, но если все-таки перейти к вопросу советов украинскому предпринимателю, украинским бизнесменам, вот особенно нашему малому-среднему бизнесу, скажи, пожалуйста, какие будут твои главных два-три совета, что сейчас стоит делать прежде всего, таких универсальных? Хорошо, я прежде чем перейду к ответу на вопрос, я хотел сказать, что кроме вот этих инициатив были пакеты спасения, которые мы сделали, важнейший проект, и там порядка, наверное, 200 мест сейчас тестируется, это был важный проект и комплексный. Есть, я об этом не писал, и, наверное, это будет не совсем правильно, но когда мы вывели такой продукт, как FreakingBox, это такой структурированный набор нескольких сетов для разной нужды маленькой семьи, там, базового набора, комплексный, да, FreakingBox мы быстро вывели, да, и сделали проект с розеткой и новой почтой, я подумал, что... и мы начинали раздавать это разным селебрити с друзьям и медикам, я подумал о том, что часто мы отдаем все самое лучшее, да, как бы другим людям на продажу и забываем о том, что мы часто говорим, бизнес — это семья, да, но когда приходит кризис, мы почему-то забываем о том, что это семья, и все лучшее продаем, семье не достается, короче. Я принял решение, первые FreakingBox в максимальном объеме, там, порядка 15 продуктов, раздать, презентовать 2200 сотрудникам своим в Украине, да, то есть в первую очередь, да, обеспечить семью самым лучшим продуктом, который мы сделали. И от мала до велика, от самой там позиции, которая отвечает за чистоту и гигиену, уборщица, до рабочих, до топ-менеджеров 2260 человек плюс люди, которые недавно ушли из корпорации, наши персональные пенсионеры, они получили эти боксы. 2260 боксов все получили корпорации, потому что я написал письмо, насколько кризис показывает, мы семья или мы бизнес. Но так как это большой товарооборот и много дефицитного товара, я взял личные деньги и просто с определенной маржой выкупил у бизнеса. То есть я не просто раздал, я взял свои личные деньги и заплатил ребятам, потому что у нас есть несколько SEO в бизнесе, у каждого своя норма прибыли и планы были на эти продукты. То есть я сделал такой шаг и посчитал, что это крайне важно показать. То есть не просто сократил людей и все, наоборот, да, были моменты, очень много было в отпусках, мы оптимизировались, да, но я сделал это, это потому что это была семья, это была реальная задача. Вот ну такой кейс. Я об этом нигде не говорю. Ну это, спасибо, что ты рассказал, это точно достойно уважение, особенно на фоне того, как всем бизнесам и тебе в том числе необходимо беспощадно резать издержки. На фоне этого делать такие жесты, это особенно ценно и особенно важно. И особенно своевременно, скажу так. Поэтому хвала тебе и уважение. Хорошо, что ты рассказал, теперь об этом будут знать. Может быть, кстати, я надеюсь, многие компании, у которых есть такая возможность или лидеры компании, сделают что-то подобное. Я думаю, это не составляет труда особого. Конечно, потому что вопрос, ты, ну, мы все, там, многие, да, публичные люди, мы заточены на определенное публичное поощрение, лайки. Мы сделали это для врачей, молодцы. Мы это сделали для детей, молодцы. Мы это сделали для пожилых, молодцы. Да, то есть ты получаешь благодарность. Сори. А что ты сделал для своих людей, самых близких в компанию? Я подумал о том, что мне нужно просто развернуть ситуацию и в первую очередь без лайков, без публичного хвастовства тихо и спокойно раздать это. И девочки, которые собирали, это 15 человек на складе, они, я попросил, они каждая написала на боксе, как раньше писали, все для фронта, все для победы, написали фломастером от себя. 2260 боксов с любовью, все будет хорошо, 36,6, там, позитива, энергии, любви. Все ящики расписаны. Каждый человек, который получил, он получил написанные от руки людям, которые это собирали, все лучшие товары, частичку сердца. Я поехал девчонкам, я лично им вручил боксы первым, сказал, ребята, смотрите, как вам приятно, вот представьте, что вашими руками получат все. Ну, то есть это, ну, мы из этих боксов сделали челлендж детский, кто как их приспособил. Ну, то есть это было миллион идей, которые мы реализовали для того, чтобы люди гордились и чувствовали причастность к компании. Теперь. И это вообще не то же самое, что красиво напечатанное, когда написано от руки. Я написал, я даже вышлю, но я тебе лично вышлю открытку, там написано от руки, написано от руки, но так как шрифт у меня такой не очень, оно переведено в редактор, но написано от руки. Это написал я лично, и это было мое послание людям. Я считаю это, ну, очень глубоко персональным. И я, знаешь как, вот я сейчас сказал, немного жалею, потому что я тренирую свое эго. Ну, потому что, блин, ну это круто, мне хочется об этом сказать. Ну, чувак, ну тогда ты будешь хвастаться. Сделай это тихо. Давай скажем просто, Андрей, это на самом деле личный пример того, что можно сделать в кризис руководителю и собственнику бизнеса. Я это воспринимаю именно так. Вот и все. Поэтому хороший совет, может быть, некоторые компании услышат это и найдут способ, как вменяемыми затратами поддержать сотрудников и показать им свою забору. Ничего плохого, чтобы наследовать это, я не вижу. Но все же, скажи, пожалуйста, какие-то ли будут такие пары больших советов украинским предпринимателям? Я тебе рассказал историю, я тебе рассказал историю, которую не рассказывал никому. Просто так, ну мы, мы как музыкант музыкант. Слушай, я бы с удовольствием после этого и после окончания карантина много историй от тебя бы послушал в другом музыкально-винном формате. Да, мы можем из этого сделать охрененный блюз с тобой. Точно. Так вот, что бы я посоветовал молодым? Да, может быть, не молодым, а вообще украинским предпринимателям. Нет, вообще, да, да, да. У меня, ну я был там в шаге от того, чтобы продать несколько своих там любимых активов. Если бы ситуация там ухудшилась, я бы продал там несколько своих игрушек. Серьезно? Авто, да. Авто, да. И у меня уже, ну я понимал о том, что, ну, это просто неэтично держать такие машины и лучше их продать, и пустить деньги в бизнес. Я о чем говорю, да, вот, ну, когда на карте стоит жизнь компании и выживаемость, да, надо жертвовать. Надо жертвовать. То есть, да, там биосфера была заточена и подготовлена. Заточена и подготовлена. Но если ситуация и в будущем ухудшится, или сейчас что-то пойдет не так, я буду готов продать и расстаться с активами, которые являются балластными. Ради выживаемости, ради будущего, ради стратегии. И как я определяю, как я определяю свое действие, направленное на вот двуполярность, который я тебе сказал, да. Это жесточайшие тактические действия, но с точки зрения коммуникации и проявлений, это действия, которые направлены на стратегию, на многие годы вперед, то, что мы делали. Это парадоксальная вещь, которую нужно уметь делать, но это идет только от сердца души. Если ты веришь в свой бизнес и хочешь его пронести, и хочешь удержать людей, эти вещи нужно делать ради сохранения. Потому что, ну, сложнее всего потом без людей, без людей, которые потеряли к тебе доверие, ты потерял лицо или ты психанул, да, и не вернулся. Ты потом не встанешь с колен, да, если с тобой рядом не будет сильных людей. Поэтому, ну, я считаю, нещадно продавать пассивы, да, превращать их в капитал. Ну, и, конечно, даже если ты находишься на паузе, как я говорю, в любой непонятной ситуации, да, как девочки говорят, качать попу, вот, то есть готовиться, готовиться к тому, что когда выйдешь из кризиса, не все будут такими сильными, кто-то зажиреет, да, кто-то будет в депрессии, кто-то потеряет людей, а ты должен будешь понимать, вот где и как ты уже будешь забирать у конкурентов долю, что ты будешь делать. Там я, например, был у нескольких производителей спецтехоснастка, компания Владимирович Лемпер, мы обсуждали новые продукты совершенно, да, то есть мы будем выпускать новые продукты и на экспорты в Украину. Мы сегодня запустили официально, презентовали релиз, и уже неделю производим готовые подгузники и стартанем через неделю. Да, поздравляю с новым бизнесом, вот так он действует, запускают новые бизнесы. Понимаешь, то есть мы, знаешь, этого не было видно, этого не было видно. Казалось, Десенка просто пиарится на Фейсбуке, что-то пишет, много интервью, кстати, это важный момент, потому что я понимал, что это то, что я делаю неплохо, пудра людей, она очень важна. Я только вернулся из Испании, позвонил Андрею Федору, говорю, Андрюш, надо начинать антикоронавирусное интервью, да, и потом это параллельно начал Женя Черняк делать, да, это было очень важно для меня, да, то есть вот это был этот блок. То есть это опять на тему качать попу, то есть, понимаешь как, не замыкаться в своих проблемах, да, а делать коллаборацию. Я знаю, что очень многие с очень многими рекламными агентствами кооперировались, если не хваталось там сил и денег сделать проект только для тебя, объединялись несколько компаний, делали там рекламные кластеры, да. Вот, то есть я считаю, что, ну вот точно, как бы ты ни страдал, как бы ни было сложно, ты обязан коммуницировать с банками, с твоими клиентами, с твоими поставщиками, не замыкаться, не врать, объяснять, что ты делаешь, как ты делаешь. Дальше, слушать людей внизу, да, людей, которые вот точно хендзон, которые там мерчендайзеры, люди, которые там на оборудовании, люди, которые там четко понимают и дадут тебе точность дамы, потому что ты можешь быть там только там с правым советником на самоизоляции и просто выпасть из контекста бизнеса, да, и принять неправильные решения, а будет неправильный экзекьюшн, как это доведется, да, тобой будут манипулировать, и это хана. То есть понимать, что в чем ситуация и понимать, что управляя, до самых низов доносится правильная информация, особенно, особенно в кризис и особенно в моменты трансформации компаний, за которые мы ответственны в кризисное время. Или, например, да, там упрощение или уплощение структуры принятия решений, да. Например, для нас принципиально было определенное сырье. Раньше это было так, там, purchasing manager, его руководитель, а над ним еще и руководитель бизнеса. Значит, мы говорим, нам нужны перчатки, дополнительный объем. Нам говорят, да, есть, но цена на 20% дороже. Да вы же больные. Не-не, я посоветуюсь. Бык, 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 день прошел, руководитель бизнеса говорит, да ладно, ну берем, на что делать. Пошла по цепочке назад, через сутки, да, берем, ребят, сори, все уже купили. То есть все, тут же, тут же, ребят, смотрите, это недопустимо, это нас разрушит. Руководитель бизнеса, закупщик, мгновенное решение, потому что ты сегодня не купил, у тебя через час уже не будет ни сырья, ни продукта. То есть вот уплощение по ключевым, по самым, по самым критичным моментам, ты должен убрать все, все зоны, все слои иерархии для того, чтобы принимать решение мгновенно. Вот так. И дивидировать... Сразу встречный вопрос, извини, что перебиваю, потому что очень интересно. А после кризиса ты считаешь уместным сохранить такую же структуру и такую же цепочку принятия решений? Пока нас будет колбасить, да. А когда перестанет колбасить? Когда перестанет колбасить и войдет это в системное русло, я считаю, что определенную иерархию нужно оставить. Почему? Задача руководителей бизнеса заниматься ключевыми маркетингами, проектами, ключевыми клиентами, поездками, новым оборудованием, новыми контрактами. Если они будут все время в процессе принятия операционных решений, то это их будет все время переключать с верхнего на такой средний-нижний уровень. Это будет их выбивать и делать их жизнь хаотичной. Особенно в перелетках и поездках. Сейчас люди на месте, у них такая возможность есть. Когда я лечу несколько часов куда-то, или в Китай, или в Штаты, или в Малайзию, у меня ужин с партнерами, у меня важные переговоры, и тут без меня не могут принять решение, потому что только я уже напрямую, все превращаю, я становлюсь трафик-джемом системы, я становлюсь тромбом, тромбом. А система должна работать без меня, высвобождая время на правильное решение и на правильный масштаб, на правильный скейл. Поэтому вот кризис, убрали все лишние звенья, сфокусировались, решение минута в минуту, прямой контакт, личное влияние, влюбление, выгрызание только для себя, благодаря опыту, харизме, отношениям. Ситуация отступила, ставили определенную бюрократическую иерархию контролировать. Вот я вижу это так. Супер. Андрей, спасибо тебе огромное. Целая куча ценнейших инсайтов по бизнесу. Мне так точно, надеюсь, всем, кто нас будет смотреть тоже. Скажу, пожалуйста, напоследок, такой жизненный визионерский вопрос. Как ты считаешь, изменится наша жизнь и работа после коронакризиса? Или, может, не сильно изменится? Как ты это видишь? Я считаю, что, первое, мы все останемся людьми. Вот. И был страшный момент, когда паника, страх превалировали. В нашей жизни этого не было никогда. Есть болезни, они в разы страшнее, но мы их никогда не боялись. Хотя они смертели, потому что они так не передаются. Когда я приехал из Испании, я был в шести городах до этого, и четырех в испанских, и семь перелетов. И для меня было принципиально важно пойти на производство, успокоить людей. Потому что там был, ну, не разброд и шатание, но там была очень сильная, ну, сложная обстановка в связи с огромным количеством ограничений. Люди не могли добраться. Люди, ну, то есть это, ну, тысячи. Мне было важно. Мне сказали, Валерий, ты не представляешь, в каком состоянии люди. Паника, страх. Люди бы мне не сказали, половина бы не пришла, дикий негатив. Я этого не понимал, а что произошло в Санжарах, что произошло по многим другим моментам, да? Вот мы это прошли, мы потеряли человечность и лицо. Я не говорю о всех нас, да, но у каждого был страх, и у меня в том числе. И я столкнулся с, наверное, первобытным страхом, который, к сожалению, не дал проявиться лучшим человеческим качеством. У меня были и такие примеры, да? И я почувствовал отторжение, и я почувствовал даже определенную такую человеческую дистанцию, да? То есть меня не приняли, потому что был страх, да? Я вернулся из Испании. Вот. Но мы этим переболели. Мы прочувствовали и прошли, что такое потерять человеческое лицо и поддаться панике и страху. Я считаю, что мы, самое главное, чем мы переболели, мы переболели этим внутри себя. И какой бы кризис нас не ждал в будущем, мы уже знаем, мы уже знаем, что нельзя поддаваться и быть в этих эмоциях. Нужно быть мудрыми, нужно быть ответственными, да. Но точно нельзя быть испуганными и на панике, да, и терять человеческое лицо, да, выключая из своей жизни близких людей и считая больных коронавирусом, да, какой-то там божьей карой и относясь так к этим людям. Говорю сейчас непопулярные вещи, вот, но это то, как я прочувствовал. Я считаю, что мы, в первую очередь, переболели этим и нам дальше будет гораздо легче. И какие бы испытания ни были, мы уже получили этот иммунитет, в первую очередь, человеческие отношения к этой проблематике, к этой болезни. Вот я считаю, что это так. И дальше я оптимист, я колоссальный оптимист, я считаю, что дальше мы выкарабкаемся обязательно. И пройдя через сложные экономические условия, да, мы восстановимся, будем набирать обороты. Лишь бы нам только не, блин, не усложняли постоянно жизнь качеством государственного менеджера. Лишь бы нас постоянно не заставляли качать попу, да? Да. Ну, просто попа в хорошем размере – это хорошо. Когда она превращается в такой балласт, но это… Его надо сбрасывать. Его надо сбрасывать. Это да. Андрей, на этой позитивной ноте хочу тебя еще раз поблагодарить за то, что нашел время в это достаточно сложное время для беседы. Мне было лично очень интересно, я уверен, что будет также интересно всем, кто смотрит инсайты КМФ. И тут много полезного для всех, кто имеет какое-то отношение к бизнесу, к предпринимательству, да вообще живет и работает в Украине. Спасибо тебе еще раз огромное, Андрей Сдесенко, президент группы компании «Биосфера» и многих других бизнесов. «Харизма», «Харизма фэшн групп» и «Вапиано». «Вапиано». Я пользуюсь уже моментом. Точно. Спасибо тебе огромное, Андрей. Всего хорошего. Удачи твоему бизнесу и особенно новым, запустившимся. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Спасибо.